История с похищением двухлетней девочки в Дагестане благополучно завершилась. Ребенку помогли найти волонтеры. Накануне маленькую Алимат увела с собой неизвестная женщина. На поиски бросили едва ли не весь личный состав УВД Махачкалы, а вскоре подключились и пользователи соцсетей. Илья Ушенин подвел итоги масштабной операции. Долгожданная встреча матери со своей двухлетней дочерью. Маленькую Алимат вместе с ее похитительницей привезли прямо в отдел полиции. Зульфия Магомедова, она уже сутки на ногах, не спускает девочку с рук. Задержать подозреваемую в похищении удалось благодаря десяткам камер наблюдения, установленных в городе. Их вместе с полицейскими просматривали волонтеры и пользователи соцсетей. Женщину с ребенком видели на автозаправке, затем рядом с торговым центром. На голове незнакомки был барик. Это советские улицы. Там поймали женщину. Сразу поймали, у него этот барик упал. И в руках девочка у него. И потом уже смотрим, девочку тоже оказывается украли. Тот, благодаря кому семья воссоединилась, тоже сегодня пришел в отдел полиции. Рамазан местный блогер. Именно он опознал девочку по приметам. И помог задержать подозреваемую. Спасибо тебе большое. Спасибо. Чуть позже полицейские попытались вывезти похитительницу из здания РУВД, чтобы доставить к следователю. При этом им пришлось защищать подозреваемую от разъяренных родственников. С боем подозреваемую, ее зовут Сабрина, удалось довезти до машины. О том, что маленькая Алимат пропала из собственного двора, полицейские узнали накануне. Девочка гуляла вместе с шестилетним братом и в какой-то момент к детям подошла незнакомка. Женщина попросила мальчика принести воды. Мать, увидев сына одного, сразу почувствовала неладное и бросилась на улицу. Но там уже никого не было. По словам родственников Алимат, похитительница первым делом сняла с девочки сережки. Видимо, это и было ее основной целью. Но затем Сабрина зачем-то решила украсть девочку. Свои мотивы объяснить так и не смогла. Требовать выкуп, похоже, женщина не собиралась. Сыщики поблагодарили всех, кто участвовал в поисковой операции. В настоящее время ребенок нашелся. Проводятся следственные действия, допрашиваются очевидцы, а также возможны участники похищения ребенка. Напомню, что к поиску ребенка была подключена общественность. И информация о пропаже ребенка была размещена также на официальных сайтах МВД Республики Дагестан и Следственном управлении по Республике Дагестан. Сейчас Сабрина в следственном изоляторе. Против нее возбуждено уголовное дело. Илья Ушенин, Махач Вердиев, Юсуп Ибрагимов и Анна Киселева. Телекомпания НТВ. Под подпиской не выездят.